Доброе утро, друзья мои. Наступило самое спокойное, самое счастливое утро. Конечно, вот ночь была весёлая в каком смысле. Знаете, что я смотрю на Мавиша, как он себя ведёт, и тогда я спокойно становлюсь. Он начал как-то вести себя более активно. И вот я отключилась уже, не могла полтретьего, конечно, два раза просыпалась. Проснулась рана, потому что мы сейчас ждём. Мастеров ждём, всё как-то было, видите. Было на день землетрясений, 7 февраля, запланировано. Поменяли, мы будем менять сейчас рамы. И вот у нас сейчас всё с утра. И вчера ещё всё приготовили, в зале будем менять рамы и в спальне. И немножко, наверное, отвлекусь, да, а то бы вот стало бы, не знаю, что делать. Погода такая замечательная, вы не представляете, я не знаю, как там люди спали. Они, наверное, скорее всего ушли, потом я смотрю. Да, всё тихо, спокойно, слава Богу. Боже, помилуй. Хотя говорят, что ещё ожидается огромное землетрясение. Ну, от судьбы не убежишь, да? Куда бежать? Я, в принципе, не бежала бы потом, если бы мой муж не сказал, иди домой. А вот, смотри, девочки бегают у них, молодцы. Побежали девочки, спортсменочки. Правильно, а что делать, скажите? Тут можно с ума сойти, если сесть и просто смотреть эти новости и ждать землетрясения. Я расскажу вам о новостях. Всё сейчас закроем, вот так мы всё это сделали. Погибло 6 человек, 18 тяжёлораненые и около 300, вон, 297, 294 раненые. Что в Турции происходит, не объяснить. 6,4, 5,8 было землетрясение. Вот 6,4 был первый, когда я была на кухне. А 5,8 было потом, через 3 минуты. На кухне я сильно почувствовала, сидела когда. Сейчас вот это тоже закроем всё, когда придут мастера, простыни. Такая огромная у нас зала. Посмотришь, вроде бы нет. Ой, жизнь продолжается, что делать? Вчера наш сосед газ проводил, стучал. Что делать, скажите? Здесь всё тоже будут ломать, всё буду менять. Смотрите, люди остались на ночь. Боятся, боятся люди, некоторые возвращаться. Видите, в машинах спят. То в машинах, то домой вернулся. Всё-таки здесь более-менее такое место. Смотрите, смотрите, там все в машинах спят. Радует единственное то, что уже у нас потеплело. Птички так сегодня щебетали. Когда птички щебечут, всё будет хорошо. Когда птицы замирают, тишина. Вот это подозрение уже. А когда птички и все животные активны, значит, надо довериться им. И Мавиш тому пример. Я его оставила, я хотела его взять с собой. А он у меня вылетел. Тут мне мой муж звонит. Быстрее иди, спускайся. Тут у меня ещё сумки. Не могла найти свою обувь. Забыла опять всё на свете. И паспорт другой сумки. И ключи не могла найти. И что ещё у меня было? Не могла Мавиша поймать. Я уже мужу сказала, давай где-нибудь найдём ошейник, да, вот как есть для животных. Может, для птичек есть тоже. А он, знаете, представляете, сидел на месте и не шевельнулся, когда трусила. Что-то испытал он, интересно. Но потом, когда я убежала, бежала по лестницам с четырёх сумками, с двумя рюкзаками, двумя сумками. Так бежала, так бежала. Наверное, за секунду я внизу была. Никого не было уже. Я была, когда вышла, последняя, мне кажется. Ой, как это страшно. И четыре землетрясения. И знаете, что ценность. Мой муж так испугался за меня. Он был вон там в рынке. И говорят, Аби, землетрясение, выходите быстрее. Хлеб купил. И я в этот момент позвонила. Да как страшно, когда твой близкий человек дома. Я сейчас сказала, сейчас будем вместе везде ходить. И гулять. Вот ты не выйдешь без меня никуда. Будешь сидеть возле меня. А вот такие вот дела, мои дорогие люди. Только начало приходить себе от стресса. И снова. Ой, еще у меня сегодня доверенность нужно дочери по скайпу оформлять. Дай бог, чтобы все получилось. И в консульство идти, и моей доченьке. Печати ставить. Потому что здесь, в Турции, не сделали печати. Ни печати не подписались, а без доверенности никуда. Еще, видите, моют или что они делают, не пойму. Вот, мои дорогие, ждем людей. Вот они такие непунктуальные. Сказали в 9 часов, в 8 часов быть готовы. А сейчас позвонил мастер и говорит, собираю, говорит, рабочих. Потому что некоторые дернули из Мерсина. Дай бог нам всем добра и тепла. Дорогие друзья, сижу, значит, я. Пришли мастера, так быстро они все сделали. Пришли не в 8, а в 10. Сейчас половина четвертого. И они скоро закончат, мне кажется, эти дела свои. Мой дом вообще превратился в черт знает что. Но зато это как-то я не думаю. Благодаря этому за эти землетрясения, за эти ужасы. Приготовила им кушать. Сейчас дали лохманджун в заказ. Ну, я, естественно, подготовила начинку. Ну, а я вам покажу потом. Несмотря на то, что землетрясение, все происходит. У нас запланировано было поменять эти рамы давно уже. Мастера не могли просто отложить это еще на какой-то срок. Как-то получается, что отвлекаюсь. Такой бардак дома. Волосы все в пылюке. Не знаю, как я буду купаться. Буду ходить грязная, потому что боюсь уже заходить душ. И когда нас много, не так страшно. Я моего мужа точно не отпущу одного. Он даже пошел за мясом. Я сказала, быстрее приходи. Вот такие вот дела, мои дорогие. Покажу сейчас, что у нас происходит. Сейчас жду в 4 часа, через полчаса. Должна дочь выйти на связь. Я должна в скайпе сделать доверенность ей. Представляете, все сразу вместе накопилось. Все сразу вместе. Еще не удалось получить моему бывшему мужу справку о нашем свидетельстве о нашем браке. И только моя дочка может, если я сделаю доверенность, это взять. 15 дней мы ждали. И ничего не получилось. За 2 дня как успеем, не знаю. Посмотрите, что у меня творится на кухне. Я приготовила для них такой стол. Здесь у меня компьютер. Сейчас буду на скайп выходить. Посмотрите, что творится. Что творится. Тут я вчера приготовила кекс, который так и не угостил их от людей. А тут что творится, друзья мои. Мастера таких. Так быстро работает. Все цветочки надо мыть. Я не знаю, может не завтра, не сегодня. Потому что, послушав эти гороскопы на ютубе, прогнозы, даже пишут чаты, сообщения, что 22-го очень сильно вода не будет. Может быть, может быть, мы уедем к родителям. Не знаю. Все, грушу и уедем. Друзья мои, у кого сейчас паника и вообще какой-то стресс, такой страх, рекомендую вам просто брать. Вот мне сейчас все трясет. И рисовать. Вот такие круги бесконечные. Это успокаивает. Это успокаивает, мои дорогие. Все будет хорошо. Просто брать и рисовать. Много-много кругов. Больше ничего не надо делать. Рисовать, рисовать. Она успокаивает. У кого паника, как у меня. Это действительно помогает. Вы можете рисовать ручкой карандашом. Чем попало. Это помогает. Рекомендую тем, у кого страх, у кого паника. Мне аж стало легче. Рисуйте, мои дорогие девочки, мальчики. Будем как-то себя успокаивать. Это тоже алгоритм нейрографики от стресса. Так что рисуйте кружки. Только рисуйте, рисуйте, рисуйте. Рисуйте, рисуйте, рисуйте. Добрый вечер, мои дорогие друзья. У меня все хорошо. Со мной все хорошо. Я взяла себя в руки. Приняла то, что происходит в нашей жизни. И не убежишь от судьбы. Буду рисовать, когда будет трясти круги. Это очень, кстати, помогает. А наш Мавиш самый золотой, самый дорогой. Смотрите. Он так любит эту свою игрушку. С ней разговаривает, общается. Буду смотреть на Мавиша. Ведь он предсказывает что-то непонятное. Так что принимать меры заранее. Всем приятного вечера. И спокойной ночи вам, дорогие друзья. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.